Не знаю, негра он увидел. В общем, задумал он там, писал и редактировал в течение двух лет. Последняя редакция датирована октябрем, октябрем 25-го года. Через два месяца поэта не стало. Я думаю, что здесь самая-самая боль сидит. Все ответы, все вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Друг мой, я очень-очень болен. Сами знаю, откуда все ласит боль. То ли ветер свистит над пустынно-безлюдным полем, То ли, как роща в сентябрь, осыпает маску. Голова моя машь ушами, как крылья лепится. Ей на шее ноги маячих больше не в мочи. Черный человек, черный, 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 На моем не садится. Черный человек, спарки дает мне всю лечь. Черный человек, вот пальцем по мерзкой книге, И гнусавя надо мной, как над усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста Из-за булдыги, нагоняя на душу На свой страх. Слушай, слушай, в книге много прекраснейших мыслей и классов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных, Гравил шарлатанов. В декабре в той стране, где-то дьявол очист. И метели заводят веселые пьянки. Был человек, тот авантюрист. Но самой высокой и лучшей марки. Был он изящим. К тому же поэт, хоть с небольшой, но бать с той силою, И какую-то женщину, С сорока с лучшим лет, Называл с верной девочкой и своей милою. Счастье, говорит он, если что, Счастье, поэт, 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 поэт. Это, кстати, друзья, поэт посылают. Я думаю, поэт, я не могу. Какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и свою милою. Счастье, говорил он, Ей пришло в костюма и рук, И ловкие души за несчастность всегда известны. Это ничего, что многому приносит Изломанные лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, При тяжелых утратах, И когда тебе грустно казаться Улыбчивым и простым, Самое высшее в мире, И ждущим. Чёрный человек, Ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, Подолазовый, Что мне до жизни Скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Чёрный человек, Слово у меня в порог, И глаза покрываются, Голубой ублеводой, Слова хочет сказать мне, Что я шукурик и в порог. Так и стыдно, и нахрно, Слово, красший, подорога. Я очень-очень воню, Сам не знаю, как навселась эта боль, То ли ветер свистит И пустым и безлюдным полем, То ли как рощу в сентябре Осыпает в мозге алкоголь. Ночь морозная, Тих покой перекрестка, Я один у окошка, Ни гостя, ни друга не жду, Соровнина покрыта С цепучей и мягкой звёздкой, И деревья, как всадники, Съехались в нашем саду, Где-то плачет Ночная зловещая птица, Деревянные всадники Съеют копытливый стук. Это опять, это чёрный, На кресло у меня судьбе, И небрежно откину всё оттёк. Слух, слух. Ай, бормочет он мне, Смотря прямо в лицо, Сам всё ближе и ближе, Клонница. И я не видел, Чтобы кто-нибудь Из-под лицов Так ненужно и глупо Страдал бессонницей. Ах, положим ошибся, Ведь нынче луна. Что же нужно ещё Напоённому дрёмой мирику? Может, с толстыми ляжками Тайно придёт она, И ты будешь читать Твою дохлую, Тонную лирику? Ах, люблю я поэсты, Забавный народ. В них всегда нахожу я Историю сердцу знакомую, Как прищалой курсистке Длинноволосый урод, Говорит о мирах, Половой истекая истомою. Не знаю, не помню, В одном селе, Может, в Калуге, А может, и в Рязани Жил мальчик В простой крестьянской семье, Жил от Волуции, С голубыми глазами. И вот, Старусова, В Табузикое, Хоть с небольшой, Но ухвачистой силой, Какую-то женщину С сорока с лишним лет Называл скверным девочкой Своей идеей. Чёрный человек, Ты прескверный гость, Это правда Давно про тебя разносится. Я встешён, Сразделён, И летит моя трость Прямо к морде его Переносится. Месяц. Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь. Что ты, ночь, наковергала? Я в цилиндре стою, Никого со мной нет. Я один. Это московский поэт Константин. А откуда я знаю? Только знаю, какое. От того, что он проясняется, но сам великий, великий вы сейчас услышите. Ладно, читай, что хочешь, сдавай Майкорского своего. Своего Майкорского, интересно. Он как Майкорского. Ни в чем тебя винить не стану, а захочу и не смогу. Ведь в поклонении стакану я сам недавно спал в углу. Желанное не знать, тебе ли, что это не любовь, каприз. Что утром, скорчившись в постели одна, ты будешь губы грызть. Усмешек я прошу, не надо, не зажимай души в кулак, ведь я не рад, как ты не рада. Мы оба знаем, будет так. Я утром выйду в город Гулки. Откину в борт квартника. Уйду, забыв от переулки лице и имени Мотылька. Спасибо. Друзья, я сейчас прочитаю вам пару стихотворений и вынужден отвалиться. Нужно ехать в Сочи. У меня невеста в Сочи. Прочитаю вам два своих стихотворения. Первый называется «Портрет». Поэт не должен быть уродлив. Поэт не должен быть красив. Он должен быть учтив, угодлив, немного скромен, в меру льстив, послушен, строг и ненавязчив. В душе монах, в миру гордец, прослыть по весой настоящим и распевателем сердец. Он должен хитр быть умом, в стремлениях брезговать наживой. И для друзей быть простаком, для дам мечтой недостижимой. Писать не должен чепухи. Позор поэта грязь и пузо. А честь его, его стихи, любовь, поэзия и муза. Но к месту нынче слово «должен». Поэтов разных видел свет, а я, приврав чуть-чуть, ведь, быть может, нарисовал вам свой партнер. И второе стихотворение это вам, спасибо. Второе стихотворение вам как в напутстве. Не актер я, не певец, не поэт, благо, творитель. Божьей воли я конец, Божьей воли исполнитель. Далеко еще конец, наслаждайся, милый зритель. Ну какой же молодец, всемогущий наш спаситель. Мир, как сказочный дворец, расписал он нам в обитель, а создал его отец, наш наставник и учитель. Добро творить просто так. Вернется слово верное, а я, я не забуду никогда, до воскресенья. Верно. Спасибо. 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 Спасибо.